Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы расскажем, как Дарья Пынцарь худела после родов. Даша уже имела успешный опыт восстановления после родов. Родив в мае этого года второго сына, Дарья вновь начала борьбу за идеальную фигуру. Она рассказала, как быть в форме. За беременность Даша набрала около 16 килограммов и в прежнюю форму еще не вернулась. У нее есть еще 5 лишних килограммов и она с ними активно борется. Когда Дарья выходила замуж, то весила 49 килограммов. Примерить свадебное платье – это ее задача максимум. Многие мамы сознательно переходят на искусственное вскармливание, так как кормить грудью по требованию им не позволяет рабочий график. Даша не осуждает таких женщин, работу ведь никто не отменял. Бывают случаи, когда мамина работа – это единственный источник заработка в семье. И если нельзя совмещать карьеру и грудное вскармливание, чем-то приходится жертвовать. Даша пожертвовала работой, чтобы побольше быть с малышом. «Я просто не смогла отказаться от возможности кормить Давида», – говорит Даша. «Сын со мной везде. Я не расстраиваюсь, что могла упустить шанс и верю в судьбу, понимая, что мое от меня никуда не уйдет. Я получаю огромное духовное удовольствие от процесса вскармливания». Даша, конечно же, не успевает сделать все дела с двумя детьми. Во многом ей помогает муж. Кроме этого, у старшего сына Темы есть няня. Даша работает неполный день, совсем бросать любимую работу ей не хочется. Она рассказывает, чтобы успевать сделать все важные дела, имея на руках двухмесячного ребенка, я стараюсь всегда планировать свой день. Это действительно очень помогает. Я стараюсь все очень гармонично совмещать. Сегодня больше времени нужно уделить сыночку, значит, я задвигаю все дела на задний план и занимаюсь с сыном. Если же завтра нужно ударно поработать, то мы едем и занимаемся делами. При этом малыш всегда со мной. Когда же я вижу, что муж ходит, обделенный вниманием, то стараюсь переключиться на него. Думаю, этот баланс каждая женщина может найти интуитивно. Самоконтроль во многом определяет успешность человека. А Даше хочется быть успешной, но у нее пока не получается контролировать себя так, как хотелось бы. У нее проблема со спортом. Организм кормящей мамы тратит много энергии, и поэтому постоянно хочется отдохнуть, полежать. Нужно просто брать себя в руки, говорит Даша. Я восхищаюсь теми мамочками, у которых в жизни присутствуют и активный фитнес, и любимая работа. Я не дотягиваю до их уровня, но стремлюсь к этому. Дарья говорит, что после родов обязательно нужно заниматься, особенно тренировать живот, так как после родов он всегда растянут. Нужно качать пресс и, конечно же, следить за питанием. Многие мамы говорят, что делать упражнения им некогда. Даша считает, что это просто отговорки. Найти время очень просто, можно даже не ходить в спортзал. Ведь в интернете есть куча классных видео. 20 минут в день, и вы получаете отличную зарядку, после которой все мышцы приятно болят. Даша рассказала о своем питании. Я сейчас правильно питаюсь и стараюсь в течение дня есть полезную пищу, а на ночь есть меньше. Полностью ограничила сладкое и стараюсь почти не есть соленого. Иногда у меня происходят срывы. Не далее, как вчера, я сорвалась и наелась сладкого. Винить себя в такие моменты не стоит, а тем более прекращать диету. Нужно брать себя в руки и продолжать следить за питанием. И результат обязательно будет. Есть очень много вкусных и легких рецептов. Нужно только найти те, которые будут по душе именно вам. Даша рассказала о своих любимых рецептах. Ей очень нравится руккола с креветками. Такой салат можно есть целыми днями и точно не поправишься. Также она очень любит тыквенный крем-суп. Для первой половины дня это блюдо очень хороший вариант. Очень хорошо помогают избавиться от излишков жира кардиотренировки. Бег это лучше всего, но его можно заменить быстрой ходьбой. Хотя бы 40 минут в день быстрым шагом это лучше, чем ничего. Даша рассказывает, после первых родов мне очень сильно помогли антицеллюлитный массаж и обертывание. С помощью этих процедур удалось убрать достаточно большое количество лишнего жира. Поэтому всем, кто хочет похудеть максимально эффективно и при этом красиво, рекомендую ручной массаж и обертывание. И вот благодаря этим секретам Даша вернула себе стройную фигуру, позавидовать которой могут многие. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу вконтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.